Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Знаете, с чего хочу начать сегодняшнюю программу? С того, чтобы вы перестали писать мне дурацкие комментарии, которые не относятся вот к тому, чем мы занимаемся. И не пишите мне ничего про рекламу. Я вас прошу по-человечески, если вы не понимаете, что такое реклама, то просто, знаете, как дети на физкультуре садятся на скамеечку, полненькие там, ну, какие-то неуклюжие детки, неловкие. Знаете, почему они садятся и не бегают? Потому что они позориться не хотят. Так вы не позорьтесь хоть. Реклама – это когда я возьму вот такую пачку и скажу, что это, производитель такой-то, селекционер такой-то, продается там-то по такой-то цене. А то, что я вам делаю обзоры, скажите спасибо, что я это делаю, что еще на это время выкраиваю. Вот правда, мне это очень неприятно. Но сегодняшняя тема не об этом. Это лук. Сегодня буду рассказывать про лук сего, какой он должен быть, какие фракции. Значит, и не только сегодня. Тем будет очень много. Значит, какие луки представлены будут в наших торговых организациях, чем они отличаются от других, и, естественно, выбор всегда за вами. И выбирая лук для посадки, вы должны точно знать, что вы хотите, чтобы он был полуострый, чтобы он был продолговатый, удобно резать, потому что, чтобы он долго хранился, чтобы 95% через 7 месяцев хранения ваш лук оставался вот таким чистеньким, красивеньким. И познакомлю вас с луками, которые достаточно недавно появились у нас в продаже, и мы с удовольствием уже садим их года 3-4, это точно. И сегодня лук будет представлен. Это, конечно же, Штутгартен, это, конечно, Кармен, Ред Барон, это Комета Белый лук, это Семка Золотистый Любимец Публики, и, конечно же, Бамбергер. Вот, смотрите, пожалуйста, это Комета, это Кармен, Семка Золотистый вытащить бы не порвать. Посмотрите, какой красавец, а какое хорошее качество. А это Штутгарт Ризен. Почему не просто Штутгартский Ризен, значит, большой? Это крупноплодный лук. Выбирая среди этого многообразия, вы должны обязательно прочитать характеристики, которые в любом магазине обязательно висят перед кассой. То есть основная характеристика, какой он, позднеспелый, среднеспелый, скороспелый, острый, полуострый, хранится сколько, тоже обязательно. И все-таки окончательно выбрав лук, вы должны обязательно помнить еще несколько условий, при которых лук, выбранный вами, обязательно вырастет. И вырастет, и будет долго храниться. Давайте начнем. Что значит соблюдать условия? А у каждого растения есть свои маленькие капризы, и вы должны непременно об этом знать и помнить. Первое, что я хочу сказать, выбрав место для посадки лука, вы должны понимать, что освещение для него куда важнее, чем колебания погодных всяких условий. Вот ему важно освещение. Второе, что для него нужно, это хорошо прокопанная почва, не обязательно 35 сантиметров, хотя корни у лука очень большие. Вот правда большие, это нам кажется, что они там вот такие, ничего подобного. Выбирая место для лука в смысле почвы, ее механического состава, ее как бы органического наполнения, вы должны понимать, что да, почва должна быть плодородной, она должна рассыпаться, то есть присутствие песка там тоже бы обязательно. Если у вас тяжелые почвы, если они еще затапливаются водой и долго не уходит вода, вряд ли вам удастся на обычной грядке вырастить лук хороший. Поэтому насыпные грядки приподнимайте сантиметров на 30, ну в две доски идеально, и все там тогда будет расти так, как вам хочется. Значит, третье, что вы должны помнить, кислотность почвы. Да, почва хорошая, все замечательно, но присутствие песка, это же не говорит о том, что все, почва сразу стала той, которой надо. Какой-то, в какой-то части, да, стала рыхлой и не такой кислой, но не такой кислой не значит, что она у вас нейтральная. Понимаете, луку-то надо не просто нейтральную почву, а нужна почва слабо щелочная. И вы должны понимать, что кроме доломитовой муки, у которой прекрасный состав, просто великолепный, вы должны все-таки смешать три нейтрализатора. Пожалуйста, помните об этом. Это известь пушенка, это зола, это доломитовая мука в равных частях. И вот если вы даже просто золой одной воспользуетесь, вот это будет стопроцентный успех. В калии очень много всех микровеществ, которые нужны луку, и обязательное условие, ведь золата еще является, ну, скажем, лекарем, да, она не дает возбудителям болезнетворных бактерий вылезать из всех норок и губить все наши посадки. Но вот еще условия, которые вы тоже должны соблюдать, все эти луки, они, видите, фракции разные у них, да? Одни очень мелкие, другие чуть покрупнее, есть вот совсем крупный лук. И вы должны понимать, для чего вы покупаете лук. Если вам нужна головка лука полноценная, то тогда выбирайте фракцию вот от 1,4 до 2,2. Это идеально. Вот еще идеально. Если, ну, лук семка золотистый соответствует этой фракции, значит, и бамбергер, ну, вот этот лук крупноватый. И, конечно, из мелкой овсюшки вот такой лук не вырастет. Из этой крупноватой фракции, скажем так, которая, кстати сказать, всегда в магазинах дешевле, нежели другая фракция, из нее вырастет даже посаженной под зиму прекрасная зелень. Прекрасная просто. Но у лука еще масса условий, и я о них расскажу в следующей программе. Сегодня я только хочу сказать, что луки, которые будут представлены, вот это вот карман на самом деле. Лук необычный, появился совсем недавно у селекционеров. И он не просто хороший, он считается одним из лучших красных луков. Он полуострый, совершенно не раздражает, ну, да, полость рта при его употреблении в сыром виде. Лук кармен из даже красных луков не только считается лучшим. Он прекрасным образом борется в организме с новообразованиями, то есть с возникновением раковых клеток. И на 20% при ежедневном употреблении уменьшит количество холестерина в вашем организме. Ну, разве это не прелесть? Мы же все пытаемся съесть, что попало. Ну, давайте сами вырастим и съедим то, что действительно нам будет помогать быть здоровыми. А как хочется быть здоровыми-то? Ужас просто! Значит, белые луки и желтые луки считаются самыми острыми. Запоминайте, самыми острыми. Вот у золотистого семка, у него несколько, ну, не светло-желтая, он потемнее, конечно, что он его в созревшем состоянии имеет такую темную чешую, прям коричнево, ну, чуть шоколадную, я бы даже сказала. Причем у него чешуя, она у него никуда не денется. Вот он родился в этой чешуе, в этой чешуе он доживет все 7 месяцев от той и более при хранении и не сбросит ее. Вот этим лук семка золотистый отличается от других. Причем у него мякоть, она нежно, белонежная, и очень сочная. Вот по тому качеству, по количеству сока в луке золотистый семка занимает первое место, заметьте. Остальные луки, они тоже хороши и имеют место быть, но красавец бамбергер, он совершенно необычный. Я каждый раз, когда про него рассказываю, всегда говорю, что это вот такая сарделька выросшая. Ну и не 80 грамм, как заявлено оригинаторами, оригинаторами это больший размер, это 100-120 грамм, и они все настолько калиброванные, они настолько красивые. Причем у него тоже вкус полуострый, хранится он прекрасно. Вот есть луки, уже говорила, раннее, средне-раннее, средне-позднее, позднее и так далее. Супер-поздних не существует, это никому не нужно. Если вы вовремя посадите лук, то вы будете всегда с большим урожаем. Но все, что про него я еще не сказала, это в следующей программе. На сегодня все и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин